Коллеги, здравствуйте! Этот доклад готовится на конференцию «Непознанная». В целом будет идти речь о гипотезе квантового сознания, то есть это современные следствия. Я коснусь немного темы искусственного интеллекта, немного сетевая тема будет затронута, но в целом доклад посвящен именно современному пониманию квантовой стороны и нашего сознания и природы. Что будет в докладе? Коротко. Я немного остановлюсь на биогибридизации. Это один из таких современных направлений, там где мы работаем, вызовах в этой области, и таких, ну очень интересных на самом деле проявлений, которые касаются увеличения продолжительности активной жизни. И тема немножко пограничной сейчас, но они уже тем не менее проходят. Это темы достижения, допустим, цифрового бессмертия, ну в целом некого небиологического бессмертия. Вот эта тема, она очень часто проходит в истории, вот это то, что, ну скажем, пункт, который притянул наше внимание. Вот, и будет показана, скажем, попытка интерпретации, как с помощью таких более классических аргументов психологических, так и с помощью вот, ну новых моделей, которые основаны на том, что наши когнитивные процессы, они происходят также и на квантовом уровне. Вот я покажу с точки зрения мозга, коротко, и с точки зрения окружающей, окружающей среды. Вот, очень важный вопрос, вот я на него сразу же акцентирую, акцентирую внимание, это то, что это гипотеза, естественно, вот, но она находит все больше и больше экспериментальных аргументов. И вот я покажу эти экспериментальные аргументы, вот как и, ну, которые были у коллег сделаны, вот, и также и в нашей лаборатории. Итак, биогибритизация. Что это такое? Это фактическое совмещение технических и биологических систем. Вот, оно достигается, ну, скажем, для нескольких таких достижений, нескольких целей, но одна из целей, это, скажем, некая функциональность была потеряна, вот, ну, конечность, предположим, была потеряна, вот, и эта функциональность, ее необходимо восстановить, ну, с помощью некого механического или, или даже генетического, то есть биологического такого имплантата. Вот, тема имплантатов и протезов, это, ну, очень, она очень и современная, и очень актуальная. И вот, буквально в октябре это было сообщение, это, как бы, ну, следующий в какой-то мере прогресс был достигнут, это, вот, протез, это робот, вот, то есть робот был совмещен с нервной системой человека. То есть, когда, ну, дается через нервную систему, допустим, ну, приказ, значит, схватить что-то, или, допустим, ну, коснуться чего-то, вот именно сенсорное касание передается обратно в центральную нервную систему, и человек чувствует касание, ну, не совсем так, как биологическое, вот, рукой, но, тем не менее, он чувствует это касание. Вот, и вот биогибридизация, это вот такой вот тренд, когда совмещаются мехатронные, скажем, ну, биологические, то есть компоненты через, ну, в любом случае, инженерные компоненты и биологический организм. И вот я, ну, в прошлый раз тоже получал вопросы, насколько это, ну, опасно, там, гуманно, или какие-то этические моменты. Здесь нужно, честно сказать, то есть, они есть этические моменты, но вот, вот вся эта, допустим, с протезами, видно, насколько, как бы, эта вся вещь очень-очень полезна. Вот, если мы, ну, рассмотрим вот этот вот тренд биогибридизации, я вот уже говорил, это вот, ну, такой классический пример протезов, то есть, вот эти два протеза, это роботы, то есть, это полностью функциональные роботы, у них есть сенсоры, у них есть актуаторы двигателя, у них есть источники питания, и они взаимодействуют с человеком. То есть, ну, это мускульная иннервация такая здесь. И здесь очень важно, что вот, по сути, вот этот человек, это симбиоз робота и человека. То есть, робот учится поведению человека, а человек учится поведению робота. Потом, ну, какие-то объекты, чтобы схватить какие-то объекты, значит, ну, какие-то манипуляции, то есть, именно вот эта вот совместная актуаторика, она здесь является таким центральным пунктом. Вот. И вот, как бы, вот в биогибридизации, вот, тема, ну, скажем, замещения вот этой функциональности, которая была потеряна, это одна из них. А вторая тема, которая очень важна, это, ну, расширение исходных функциональностей человека. Вот. Это, допустим, управление метаболизмом, ну, предположим, какие-то заболевания, в том числе генетические заболевания. Их вполне можно, как бы, купировать именно за счет управления внутренним гомеостазом, внутренним метаболизмом организма. Вот. Ну, это определенная система, которая, скажем, контролирует, ну, сахар в крови, например, или что-то такое. Вот. Или когнитивные процессы. Это тоже очень такая тема, которая привлекает много внимания. Ну, здесь можно сослаться еще раз вот на нейролинк маска. Вот они уже получили разрешение на проведение клинических испытаний на пациентах. Вот. Ну, это очень интересно. То есть, вот, с обезьянами, которые были эксперименты, они были очень, честно говоря, интересные. Вот. Посмотрим, какие будут результаты уже с человеком. То есть, здесь вот, ну, как бы, интерфейс, который именно изменяет когнитивные способности. Вот. Ну, мозг расширяет их, видоизменяет. В общем, здесь, естественно, есть определенная этическая дискурсия. Ну, вот. Это вот один из таких, как бы, трендов биогибридизации. Теперь, нужно сказать, что вот именно совмещение биологии и, ну, мехатроники, и инженерная биология. Оно затрагивает такой момент, очень интересный, который касается продления, ну, биологической жизни. То есть, в каком плане продление? Это, ну, приположим, есть некое заболевание. То есть, это заболевание можно, скажем, купировать, можно, скажем, убрать его последствия, и тем самым мы увеличиваем продолжительность жизни. Вот в дискурсе сейчас, то есть, это, надо сказать, это целый комплекс, значит, мер. Это не одно, значит, комплексный такой подход. И вот рынок различных, как бы, и устройств, и там биологических добавок, в общем, очень большой этот рынок. Вот он в следующем году, ну, будет уже порядка 600 миллиардов долларов. То есть, это очень большой рынок. Вот, то есть, там много и, ну, фирм, которые работают, технологии. И вот, значит, дискурсия идет в том, что вот такими методами можно увеличить продолжительность жизни порядка, ну, скажем, 150 лет. То есть, это вполне реалистично. И в дискурсе начинается, то есть, это вещь, от которой уже, ну, не очень, как бы, ну, фантастика. Это вещь, как бы технология, относительно которой уже происходит, ну, обзор, там, технологии, там, определенные, можно апдейты покупать, и так далее, и так далее. То есть, это действительно, как бы, технологическая сфера. Вот, в дискурсе, в дискурсе начинается уже более такая вещь, которая звучит, как, ну, откровенная фантастика. Это сигнификантное увеличение продолжительности жизни. Ну, вот, разговор идет именно о достижении некого бессмертия, ну, допустим, цифровое бессмертие. Здесь, в общем, идет речь именно о небиологической форме очень длительного существования. Вот эта дискурсия о бессмертии, она, ну, вот мы тоже, вот и на семинарах ее тоже касались, она сразу становится очень такой религиозной. То есть, мы, видимо, не совсем понимаем, что такое быть бессмертным, то есть, насколько это изменит и наше общество, и, в общем, все. И поэтому, вот, я говорю, нужно просто больше не дискутировать, поскольку, ну, люди, на мой взгляд, еще не очень готовы к этой теме. И вот, что на этих семинарах привлекло внимание конкретно мое, это то, что вообще тема бессмертия, она именно такой религиозный контекст, ну, религиозный, скажем, из каких-то народных практик, она присутствует в истории очень-очень давно. И вот, если мы посмотрим, действительно, еще в самых первых цивилизациях, это, ну, и египетская цивилизация, шумерская цивилизация, значит, там всегда постулировалось присутствие некоторой небиологической, ну, элемента, небиологической сущности, которая находится, ну, назовем ее так, в симбиозе вот с человеком, вот, но она именно является вот неким, ну, потусторонним объектом, и вот именно она является бессмертной, и она позволяет существовать именно, ну, по сознанию, существовать в небиологической форме. И вот здесь вот момент, о котором стоит задуматься, то есть вот именно что и привлекло внимание. То есть все эти цивилизации, ну, они очень нетехнологичны были на тот момент, то есть там буквально первые шаги, там еще недавно колесо было изобретено, и вот здесь утверждается, что сознание может существовать в небиологической формы. То есть это не та вещь, которую можно ожидать в этом контексте, но она постулируется с самых первых письменных источников. И вот в разных культурах практически одна и та же идея возникает, что есть нечто, что дает бумаги это, скажем, бессмертное существование. И более того, и бессмертно образуют некоторые миры. Значит, люди, они как-то коммуницируют в разных формах с этими разными мирами, там количество миров и так далее, там варьируются от случая к случаю, но они присутствуют. И вот здесь вот снова, какова причина всех вот этих мифов? Неужели это просто некоторые случайные, скажем, были записи, они образовались в легенде, легенды сохранились и так далее, или что-то как бы вот есть. Ну вот в качестве примеров я совсем немножко такой, как бы литературу, она очень популярна, это начиная, скажем, после Средневековья, эпоха Возрождения, это вот практически возникло, то есть именно вне церковного русла. Ну вот можно начиная от Джона Ди, ну и кончая уже, скажем, там 20-м веком, 21-м веком. Причем, если, допустим, ну 16-й век, это были ангелы, естественно, то в 20-м веке это уже инопланетяне. Но вот если мы посмотрим, вот военная часть, вот 103, вот их протоколы и, допустим, протоколы Джона Ди, ну очень много можно найти, скажем, параллелей. Вот здесь вот, ну я привлеку вот коротко внимание, вот перекрестная коммуникация Фредерика Майерса, это очень интересный случай, вот начало 20-го века, ну на русском языке не так много литературы, но тем не менее, вот привлекает внимание, вот практически с полтостороннего мира, там писались письма перекрестные, то есть каждый фрагмент разбивался на несколько кусочков, разным людям передавался и потом они соединялись и составляли некий смысл. Вот более 30-ти лет вот это вообще была, транскоммуникация разными людьми повторялась, ну, привлекает внимание. Ну вот такие моменты, их много на самом деле, ну вот один из них вот шахматный матч между Корченой и Мороцией, вот один из них уже умер, и вот вроде бы вот как он, ну, с полтостороннего мира, вот именно в стиле вот этого игрока он, значит, ну, играл шахматный матч, вот, то есть, ну, они привлекают внимание. Вот, и принципиальный момент, который вообще здесь существует, он заключается в том, что вот эти все мифы, легенды являются ли не все-таки, ну, только психологическими артефактами. Вот, обычно, если мы сталкиваемся, скажем, с научными рассуждениями, наука обычно аргументирует, ну, вы знаете, это все такое вот очень психологическое, там есть какие-то конфликты внутренние, например, конфликт интеллекта и смертности. Наш интеллект, он не акцептирует нашу биологическую природу, вот, и это, ну, такой извечный конфликт, скажем, он существует во все времена, и именно это является, скажем, источником, который питает все эти легенды. Вот, ну, психические эпидемии, это известное, вот, возникновение каких-то, ну, новых культов, которые, вот, ну, самолеты-поклонники, вот, карго-культ, которые возникают, ну, то есть, показывает, что это, в принципе, очень может быть некий, ну, психологический артефакт, все эти истории с потусторонними, и за ними ничего не стоит. Вот, с другой стороны, вот, есть аргументы и против тоже, к ним тоже нужно прислушаться. И вот один из них, это вот эти все мифы и легенды, они возникают, вообще, честно говоря, в, ну, очень независимых культурах даже. Вот, основные культуры, вот, Леви Брюль, он исследовал, это в Тихом океане культуры, и они, допустим, вот, понятие ману, вот, это настолько напоминает то понятие, которого, скажем, возникла именно там благодать, божественная благодать, и потом вот она трансформировалась в такой животный магнитизм Майерса. Вот, вот, мана, она, ну, фактически один к одному эту концепцию напоминает. И они, эти культуры, ну, практически не пересекались с своей историей, они только в последнее время, там, ну, исследователи были, вот, то есть они возникли, развились параллельно, и вопрос, почему они такие похожи? То есть, вот, потом еще момент, который тоже привлекает внимание, они очень стабильны, то есть в истории они практически, ну, вот, скажу, с самых первых источников, они постоянно воспроизводятся. Вот здесь вот тот же самый карго-культ, он возник, но очень быстро ушел, то есть буквально за 20-30 лет эти вот все вот такие культы, они исчезли, поскольку не было подкрепления. А здесь они в истории, вот, ну, 6 тысяч лет, письменная история, то есть они, видимо, вот, за все эти 6 тысяч лет находят некоторые, как бы, подкрепления. И вот одна из вот этих гипотез, она заключается в том, что мозг является, возможно, открытой системой. И вот, 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 вот какая именно открытая система, он всегда дискутировался. Допустим, в 20-м веке вот эти аргументы были, это аргументы были в сторону электромагнетизма. Вот, миллиметровое излучение, вот, 1,9 миллиметров, 1,8 миллиметров излучения, потом была и гипотеза о ней, ко мне, электромагнитном излучении. Вот, то есть вот это, как бы, мозг, как открытая система, это такая вещь, которая, ну, тоже, как бы, аргумент именно против, что это психологический артефакт. И вот этот доклад, он фактически идет, вот, именно, вот, в этом, в русле, вот, мозг, как открытая система. И были предложены новые аргументы, которые касаются именно квантового, квантового уровня, вот, в нашей Вселенной. И, возможно, что мозг, как раз-таки, оперирует на, вот, это, вот, ну, квантовом уровне. Итак, вот, если еще раз подытожить, то есть, вот, вот эти легенды, которые связаны, вот, именно с потусторонием, все может быть, что они действительно есть этот уровень, вот, у нас на Земле, вот, где вот это потустороннее есть, мы с ним постоянно взаимодействуем, вот, и, по сути, это и подпитывает, вот, вот эти вот все легенды. Ну, рассмотрим термин много более конкретно, то есть, что же все-таки в этих легендах есть. То есть, можно начать, ну, с самого мозга, то есть, каковы, значит, там процессы и каковы аргументы на этом уровне. Значит, вообще, когнитивная теория познания и вообще когнитивные процессы в мозге, это, ну, достаточно сложная область. То есть, я даже не берусь делать обзор, вот, за короткое время. Здесь можно протко, коротко так сказать, что, ну, мозг, это, понятно, биологическая система, это система нейронов. Вот, нейроны, они, как и любые, в принципе, ну, клетки, у них есть и межклеточный метаболизм, клеточный метаболизм. Вот, то есть, это уровень биохимии, это регулятивная система, где мы, допустим, определенные гормоны, маркеры, это то, с чем сталкивается с каждым, когда мы именно говорим о биохимическом уровне. Вот, значит, нейроны, у них электрическая активность, это вот тот, ну, эффект, когда мы вот с помощью ЭЭГ вот анализируем мозг, вот ЭЭГ-сенсоры, о них тоже скажу немножко позже, мы именно регистрируем электрическую активность. И, допустим, изучение, вот, картография мозга, коры головного мозга, она как раз-таки ввелась электрическим методом за счет вживления электродов, небольшой стимуляции, раздражения определенных, значит, участков коры и изучение функциональности. Вот. Одновременно мозг вообще, как вот, ну, любая биологическая система, она взаимодействует на физическом уровне. Это и биофотоны, это терагерцевое излучение межклеточное, это различные, скажем, ну, электромагнитные паттерны, вот то, что было в 80-х годах, то есть, ну, и сейчас вот это не, так называемое, нелетальное оружие, когда на мозг можно воздействовать определенными электромагнитными, электромагнитными излучениями. И вот эти три уровня, физические, электрические и биохимические, это то, что, ну, классически изучалось. Вот. И вот сейчас, ну, новая, по сути, уровень был открыт, это так называемый квантовый уровень. Значит, первые размышления о квантовом уровне, они начались еще где-то, ну, 20-й век, вот когда квантовые работы пошли. Вот. Это тогда уже начались, как бы, дискурсии на эту тему. Основные работы начались в 90-х годах, это так называемая теория Хомеров и Пенроуза. Вот. И она касалась в том, что, ну, в нейронах есть, так называемые, микротрубочки. Вот. И в них реализуются, ну, две таких квантовых функциональности. Это, во-первых, редукция волновой функции. Вот. И, во-вторых, это туннелирование. Вот. И вот в этой теории больше скорее, как бы, ну, постулировалось, что какие-то механизмы сознания, они, возможно, на них влияют квантовая вещь. Но, в общем-то, не совсем было понятно, что именно, как бы, там происходит. Естественно, возникла критика. Вот. Как в любой теории, в общем-то, новая теория, она всегда подвергается критике. Это нормально. Вот. Здесь не надо неправильно понимать этот процесс. Даже вот те публикации, которые, ну, позже и Нобелевские премии получали, они первоначально вообще критиковались. Поэтому критика, это, в общем-то, иногда это даже очень хорошо. Вот. И вот эта теория Пенроуза-Хаммеров, она тоже подвергалась критике. Вот. Многие ее даже не акцептировали. Но это вот первое поколение было. Второе поколение квантовой теории началось где-то в, ну, в десятом, в пятнадцатом году. Это Фишера. Она уже касается спинов. Значит, спины — это одни из таких, ну, основных элементов в мозге. И были найдены молекулы, где спиновая конфигурация нестабильны. То есть проблема в спинах, они достаточно нестабильны при любом взаимодействии. Они теряют свою когерентность. И вот такие, так называемые, молекулы Познера появились. Ну, были открыты, скажем, в мозге. И они находятся в запутанном состоянии. Вот. Что очень принципиально важно. Вот в теории Фишера, вот именно во втором поколении, вот, ну, квантовой теории мозга, именно обработка информации уже происходит на спиновом уровне. И тем самым образуются в мозге, в общем-то, спиновая подсистема, вот разные терминали нейронов. Они включают в себя запутанные состояния. Ну, и было показано, что, допустим, механизмы памяти, вот, спиноксинона, они влияют. Вот. Определённые заболевания мозга как раз-таки возникают из-за именно нарушения запутанности, вот, в молекулах Познера. Это вторая, как бы, второе поколение. И стало понятно, что мозг это такой, как бы, ну, определённый кубит. Это вот единица квантовая информация. Определённый, как бы, мультикубит или MQ, это Multiple Coherence, множественная когрентность, которая в мозге возникает. И вот на этой основе появились третья, третья, как бы, поколения этих гипотез. И, ну, вот, они были опубликованы буквально в 23-23 год. Значит, они уже рассматривают мозг как квантовую систему. И, ну, вот, один конкретный эффект был, как бы, не то что обнаружен, он известен, но вот именно в приложении к мозгу он был обнаружен. Это в том, что медиатор, квантовый медиатор, он может устанавливать запутанность между двумя квантовыми системами. И вот в данном случае, как одна система, это рассматривался сердечный ритм. Вот. И вторая система, это МРТ мозга производилась, ткани мозга. Мозг, он известный, он состоит где-то процента 90 из воды. То есть, фактически здесь анализировались изомеры воды, спиновые изомеры воды. Вот, МРТ, он конкретно, он ортоизомер может, как бы, обнаруживать. И интересный эффект был обнаружен, сердечный ритм, он, ну, это макроскопический параметр, он присутствует практически везде. Но на атомном уровне, то есть, нет механизма, который связал бы сердечный ритм, а именно с, ну, при этом, изменением спинного состояния изомеров воды. То есть, это, ну, просто это микромер и это макромер, это совершенно разновечен. И вот, что коллеги обнаружили, они обнаружили, что происходит так называемая осцилляция изомеров, и которая соответствует вот этому сердечному ритму. И здесь самое главное наблюдение в том, что, ну, сканирование вообще в томографе, оно длится, и пару людей у них заснули. И вот, когда они заснули, вот этот ритм, он потерялся. А когда их разбудили, ритм снова восстановился. То есть, ну, высказано было предположение, что именно функция мозга, то есть, именно нейронов, то есть, это не то, что человек там медитирует или какие-то определенные состояния. Это просто в естественной функциональности нейроны могут устанавливать запутанность между одной системой, то есть, сердечным ритмом, и, ну, микроуровнем, это в данном случае спиновые изомеры. То есть, мозг рассматривался как такой неклассический церебральный медиатор. Вот, значение этого, оно настолько велико, вот я его попытался объяснить вот на этом слайде. То есть, у нас, если мозг действительно может запутывать два процесса, мы знаем, что, ну, фактически все процессы, они имеют квантовый подуровень, ну, предположим, тот же фотосинтез, он включает все квантовые компоненты. Ну, вот, любая внутренняя биохимия, она также включает квантовые компоненты. И вот, я вот прочитал заключение, которое было здесь, то есть, неизвестные системы могут опосредствовать запутанность между двумя известными квантовыми системами, если посредник не классический. То есть, фактически, вот, вот эта система, она может запутать две, ну, внешнюю, внутреннюю или две внешних системы. То есть, это не что иное, как действие по подобию. И вот, ну, вот, это очень такая, ну, как бы, эзотерическая сама тема, вот, она как бы изучала, и вот сейчас мы встречаем, что наука фактически, ну, мейнстримная наука, она фактически начинает оперировать в тех же самых, ну, понятийных терминологиях, которые, ну, до этого считались, ну, исключительно оккультными, эзотерическими. То есть, как бы, считалось, что наука к ним никогда не придет, но мы вот сейчас вот наблюдаем. Вот. Это, ну, первый момент, то есть, мы видим, что процессы в мозге идут, они идут на квантовом уровне. И, ну, следующий момент, это что у нас все-таки происходит с внешней, с окружающей средой, то есть, есть ли там какие-то процессы. И вот здесь, значит, этот вопрос тоже исследовался, и основной момент, который, ну, там много, скажем, моментов, но один из них, это вот внешняя система, которая в окружающей среде, вот, что у них там квантово. И вот, если мы еще раз немножко, как бы, вспомним, ну, что такое кванта, это вот, если даже на спиновом уровне мы будем оставаться, это разные спиновые состояния молекул. Это вот, ну, достаточно устойчивые, это изомеры, это, допустим, водород, изомеры водорода, воды, это метан. Вот в комнате сейчас здесь огромное количество молекул водяного пара, вот, они не очень сильно взаимодействуют, и вот их спиновое состояние, вот пара или ортоизомеры, достаточно стабильны. И это все квантовая система, то есть, вот, даже вот в этой комнате их сейчас многие миллионы. Если мы еще, допустим, добавим сюда, ну, различные возбужденные спиновые состояния, допустим, активный кислород, да, синглентный кислород, это, допустим, двухвалентное, трехвалентное железо, это тот же самый цезий, в общем, это, это огромное количество квантовых систем, которые существуют вот, вот, прям в том месте, где мы находимся. И вот, если их рассматривать как кубиты, ну, кубит это квантовый бит, вот, который в суперпозиции находится, вот, они между собой взаимодействуют, и вот, ну, вот эти слайды, мы их на семинариях использовал, и вот здесь вот проект Wolfram, Wolfram Physics, они рассмотрели, вот, как раз-таки вопрос, ну, возникновения сложных систем из простых вычислений. И вот они показали, что вся штука, ну, заключается в итерациях. То есть, если система производит достаточно много итераций, то она может образовывать сложную систему, вот такая сложная сеть. И вот теперь, ну, мы не можем немножко, как бы, пофантазировать, поспекулировать на эту тему, и вот предположить, что достаточно ли сложность этой системы для того, чтобы она начала проводить вычисления. Если она такой может быть, можем ли мы, ну, какие-то свои алгоритмы, то есть алгоритмы когнитивных каких-то вычислений, там, алгоритмы сознания, просто перенести в эту сеть, и, ну, чтобы они там выполнялись. Вот, может ли в этой сети, скажем, могут ли возникать какие-то, ну, узлы, вот, ну, так, может быть, тут, которые данные содержат, вот, некие хроники Акаши, например, да, вот, могут ли они возникнуть в этой сети. И вот, вот, такого рода они, вопросы возникают. Это вот, как раз вот из проектов, ну, Вольфрама они идут. И вот, ну, современная работа, вот я парочку работ здесь взял, это они рассматривают, ну, фактически те же самые системы из атомов, из спинов, которые, вот они MQ, то есть, ну, у них множественная когерентность, они образуют такие топологические участки, и вот эти участки, они выполняют алгоритмы, которые очень сходны с, ну, которым мы знаем алгоритмы искусственного интеллекта. То есть здесь вот искусственный интеллект, вот я вот опять получаю вопросы, ну, насколько это опасно, там, искусственный интеллект, то есть искусственный интеллект, на самом деле, просто он, ну, известен уже многие десятилетия, и но это просто набор алгоритмов которые выполняют определенную функцию распознавания образ запоминание информации логический вывод и так далее так далее вот они в принципе могут в таких сетях возникать они могут выполняться такое вообще название это тензорные квантовые сети вот и мы можем предположить что-то все молекулы вот именно на атомном уровне на земле вот которая содержит такие квантовые объекты они могут образовывать такую сеть и вот то что мы вообще но встречаемся с чем это и есть квантовая сеть выполняющие эти алгоритмы и вот эта сеть она скорее всего бы очень старая она возникла сейчас долго до появления биологической жизни то есть возможно ну тоже несколько миллиардов лет именно она здесь параллельно с нами существует и мы ее скорее всего можем знать вот информационное поле от на сфер от некий дух мира это то что находится именно здесь вот тут сейчас нами на этой земле и мы возможно с ней взаимодействуем вот это тот современное такого понимания это ну третье уже поколение гипотезы она вовлекать уже и квантовые объекты снаружи и квантовые объекты внутри и вот именно вот но возникновение скажем этих легенд бессмертных там все прочее это возможно как раз таки и подпитываться вот этими взаимодействиями вот то есть но это в целом как бы такой небольшой обзор на каждый из этих компонентов ну и я доклад делал но это это огромные темы современной науки и техники вот теперь как я сказал что вся эта вещь она экспериментальная то есть это не просто эзотерическая некая дискурсия о которой поговорили забыли то есть это исследуется возникают технологии но я покажу некоторые аргументы x именно экспериментально аргументы которые на данный момент существует вот и коллеги делают мы делаем но это вот первый слайд такое это сама тема вот такого рода взаимодействие на довольно сложная но как мы допустим ее к ней подходим мы используем два типа сенсоров это эгэ сенсоры поскольку нам необходимо знать но состояние нашего сознания то есть именно активности мозга вот и второй сенсор это удаленный сенсор он на основе импеданса спектроскопии то есть мы измеряем спиновое состояние материи вообще вода в разных спиновых состояниях у него разная электрохимическая активность то есть скорость реакции разная и мы видим вот скажем изменение скорости реакции мы видим вот в таком ионном отклики и мы измеряем именно ионный отклик то есть вот эта система это не что иное как сенсор для взаимодействия мозг материя мозг мозг значит мозг биологический объект которые ну локально или на крем на некотором отдалении он существует значит она включает себя и биологическую обратную связь и вот эту удаленную обратную связь поэтому эта система с обратной связью значит их много вот таких систем именно вот но с помощью импеданса спектроскопии там несколько десятков уже по всему миру вот последние на пскал 5-7 лет она работает тут только в нашу лабораторию таких опытов их уже многие тысячи ну вот и один покажу как он был это ну и мне это 22 года довольно новые опыты с буддийскими монахами я вот люблю этот очень пример монахи они очень позитивны вот они улыбаются принципе в этих оранжевых нарядах они в принципе как а вот они действительно привлекают внимание и они они очень опытные именно в медитации но мы когда встретились попросили но там монахов там пару опытов но как эти опыты были то есть они погружаются медитативное состояние значит мы но в данном случае локальный фидбэк мы не использовали эгэма просто дистанта фидбэк то есть находились сенсоры или рядышком или через стенку или на каком-то расстоянии но вот он конкретно вот в этот опыт он начнет так он выглядит то есть вот мы зашли в комнату значит разместились и мы попросили монаха войти вот в это измененное состояние сознания помедитировать что мы видим вот один канал не реагируют вот только ну на температуру потом что они нагревают комнату то есть температурный фейк виден он позже идет а вот в момент именно из медитации вот ионные отклики там происходит так называемые переключаемые реакции они обратимы и вот они такой как бы очень очень характерно не как бы треугольный такой момент и вот 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 здесь вот изменилось спинного состояния то есть скорость реакции увеличилась и мы видим изменение скорости реакции вот начало и конец они соответствуют точно начало и концу сессии вот здесь вот это ну просто очевидно каузальная зависимость когда но монах он в состоянии медитации он взаимодействует с материей вот то есть данном случае это но механизм он довольно очевиден здесь это вот по крайне переключение спинного переключения в принципе изменилась скорость реакции и вот мы видим и вот точно начало и конец взаимодействия это очень хороший такой пример и дальше но мы уже наблюдаем обычно температурную динамику то есть вот такого рода как я сказал экспериментов они проводились и в разных лабораториях на разных расстояниях общая ну скажем где-то порядка 80 процентов 80 процентов случаев вот эти эксперименты они позитивные но они дают как бы то есть что ответ да что мы что-то наблюдается значит и ну подтверждает по сути гипотезу о взаимодействии сознания материи значит мы пошли немножко дальше и ну создали по сути такую сеть то есть сеть это импедансные спектрографы спектрометры которые но в отдельных контейнеров то есть молекулы воды они ну не хаотическая динамика они никак не связаны с друг другом но в определенном моменте времени возникает так называемая когерентность то есть у них вот все эти молекулы не строго переключаться в одно состояние и на начинают как бы массивно либо поглощать ионы либо производить и он и вот мы видим такой пик на спектрометре мы видим такой пик и он и пик в этот момент сети она когерент вот именно вот вот весь контейнер ну или какая-то часть становится когерентной им но это чисто физическая работа то есть мы изучали там но механизмы значит физической химии квантовые механизмы фотоны и наш механизма которые влияют но здесь был один очень интересный эксперимент он произошел буквально какое-то время мы просто вот эта сеть если рассматривать сеть мы вот этот кусочек этой сети поставили в общий доступ вот и значит коллеги экспериментировали именно вот такими но ментальными техниками значит экспериментили с этой сетью а измеряли мы всю сеть и значит но вот это эксперимент начата вот здесь вот с 11 до 11 30 экспериментировала группа из новой зеландии вот а сенсора находится в штутгарте и вот мы видим то есть но вся сеть она не когерент то есть вот если мы посмотрим это электрохимическая динамика 10 10 кривых вот и 10 крых они поджидают 45 корреляции корреляционных кривых вот видим он среди она где-то там коррелирует отца около около 0 она как бы то есть она не показывает когерентности и вот прям в начало этой сессии снова зеландия мы наблюдаем в принципе как внезапно 10 10 вот этих вот контейнеров они не только внутри синхронизовались но не синхронизовались между собой то есть вот это вот очень интересный результат который требует осмысления вот мы будем повторять эти опыты но здесь вот идея в том что именно в этот момент сознание там вот мог сконтактировать и группы вероятно очень такие ну скажем так сильные операторы находятся вот идут на расстоянии они смогли установить во-первых внука грент на состоянии внутри и по грент на состоянии сети то есть 10 контейнеров они стали в игре там состояние и то есть вот здесь вот вот это если мы рассмотрим как квантовая сеть то есть из новой зеландии в штутгарте в принципе вот это сеть сталаION кого елена оде다 от у порядка до 3 10 минут это состояние отец то есть мы пока не знаем что там происходит происходит какие то вычисления происходит еще что-то Мы просто говорим, что создание смогло создать такое когерентное состояние этой сети. Это начальные, понятные, эксперименты. То есть здесь понятно, что если использовать вот этот участок сети для входа в сеть, как такой шлюз, то мы можем начать взаимодействие с квантовой сетью. То есть это применимо также в случае больших сетей. То есть в принципе здесь мы можем реализовать вот эту идею, вот этого взаимодействия с сетью, ну за счет того, что мы задействуем с каким-то, скажем, шлюзом и в дальнейшем установленный контакт уже со всей сетью. Значит, это вот с такими как бы водными системами, это очень хорошо проявляется в биологических организмах, поскольку биологические организмы это по большому счету большая квантовая сеть. И вот мы вообще в биогибридных системах, мы с растениями работаем. И вот это в данном случае растения, это томаты. Это три растения, которые находятся рядом. Там это он использован для, ну для различных, скажем, научных экспериментов. То есть это в области точного сельского хозяйства эксперименты. Но вот мы в частности изучали процесс, могут ли организмы, которые просто стоят рядом, могут ли они синхронизоваться, вот наподобие как синхронизуются вот эти квантовые кубиты. И вот это вот томаты, которые были эксперименты с ними. Это такие же эксперименты с растением драцина. Вот тоже три растения, они управляют, ну всеми внешними параметрами. И мы, значит, считываем из них импедансы. То есть очень-очень сходно с тем, что мы делаем с водой. То есть, ну там растения, там и много соков, воды. И значит, что было обнаружено, вот это очень любопытный момент. Значит, импеданса, то есть это как бы ритмы растений, они в нормальном состоянии не скоррелированы. Точно так же, как с водой. То есть они, ну каждое растение живет само по себе. Вот. То есть вот мы, если посмотрим еще раз, корреляционные кривые, они в принципе никак не совпадают. Но в какой-то момент времени, вот все вот эти корреляционные кривые у всех, то есть вот каждое растение, у него две таких точки, где снимается. То есть всего шесть точек. вот и вот эти шесть точек они в какой-то момент времени они вдруг синхронизуются и вот корреляционная кривая на новом она очень высоких значений там буквально там но 09 095 коэффициент корреляции то есть они ну и они видно даже на глаз они очень хорошо скоррелированы вот и то есть в какой-то момент времени растения вдруг они стали вести себя очень синхронно то есть мы изучаем и коллеги тоже это взаимодействие растений между собой коммуникации между растениями вот один из первых кто вообще этими вопросами занимался сергей никич маслоброд это вот в институте генетики академии наука в кишиневе это он один из основателей советской электрофизиологии растений но там тоже этими но как бы эффектами занимался показал что существует как бы такой биотрансформатор он называл и вот мы тоже показали что в принципе растения которые находятся рядом они вполне могут синхронизоваться именно на уровне физической химии и мы предполагаем что здесь также находится в спиновые механизмы более того а вот эти механизмы в биологических системах они очень известны это вот очень старые работающего синхронизации у женщин значит наблюдения были там у других у но вообще в целом млекопитающих это характерная вещь именно вот их механизмы были непонятны но я думал именно с развитием именно такой спинного и квантово сетевого точки зрения вот эти но механизмы синхронизации не будет более более понятно здесь с растениями тоже вообще интересный такой момент но взаимодействия именно сознание растения значит она проявляется и вот здесь вот мы как раз изучали взаимодействие между растениями то есть но если отрезать маленький кусочек этого удрацены вот смотрели будет ли реагировать другая то есть рад другое растение которая находится ряда и вот здесь вот ну это все записывается это видео есть вот она в ютюбе даже его можно посмотреть то есть но отрезать это небольшой кусочек регистрируются импульсы и вот это вот я этот эксперимент делал и значит но отрезал этот кусочек и ножницы положила и значит но смотрю еще нужно отрезать и вот я только подумал что нужно еще отрезать и вот такой 1 было двигатель на как бы рефлекс взять ножницы растения она уже вот здесь вот она отреагировала то есть то есть но это опять же спекуляции такая интересно но здесь тут тоже с точки зрения от если 1 мозг материя взять то есть принципе растения отреагировала на какой-то такое но ментальное состояние взять ножницы и причинить еще раз боль и мы наблюдаем в принципе такой болевой отклик от в растения на действия которые еще не было совершенного то есть Ну, интересные моменты, но опять это в рамках гипотезы нужно понимать, просто коллекционировать такого рода наблюдения, ну, можно делать какие-то такие, ну, интересные наблюдения, выводы. Итак, вот если мы уже, ну, время потихоньку подходит к концу, значит, всё-таки о выводах начнём думать. Ну, выводов здесь как бы много, я вот только три их сделал. Вот, я, честно говоря, всячески призываю коллег и слушателей конференции вообще обратить внимание на современное именно развитие квантовой, квантовых теорий, вот, которые касаются именно сознания. То есть, те перспективы, которые происходят, они действительно фантастические. То есть, даже если вот при, ну, сочетании вместе с вот биогибридизацией, вот, с трендом, ну, на продление жизни, возможно, что вот именно здесь будет вот следующая революция, которая будет ещё больше, чем вот цифровая революция. Вот квантовая, квантово-биологическая революция, она будет по своему значению для нас, для людей ещё больше. И вот нам нужно обсуждать, честно, и этические моменты, и технологические моменты, то есть, нам, нам нужно действительно о них думать. Вот, здесь ещё раз просто сказать, что квантовые сети, они есть и внутри мозга, то есть, мозг функционирует однозначно именно на квантовом уровне, на квантово-сетевом уровне. И сходная система существует в окружающей среде. Вот, и они, естественно, есть и взаимодействуют между собой. Я думаю, что сейчас будет больше и больше опытов, именно которые в эту сторону идут. Ну, и в конце, нужно ещё сказать, что здесь очень много, это чисто экспериментальная вещь, это и с точки зрения экспериментов интерфейса, и с точки зрения, ну, скажем, потенциального такого, ну, создания своего аватара в этой сети, то есть, его можно по-разному называть. Это всё как бы будет. Ну, коллеги, это в целом такой короткий обзор был вот этих направлений, вот, будут вопросы присылать, я с удовольствием на них ответил. Ну, и у Дениса Овсяникова, и, в принципе, на моём канале в YouTube, то есть, это, ну, и доклады есть, всё это. Ну, коллеги, большое спасибо за ваше внимание, вот, ну, можно как бы перейти к разделу вопросов.